Глава Луганской областной военной администрации. Здравствуйте, Сергей. Расскажите же об ситуации и о ваших прогнозах на ближайшие несколько дней. Здравствуйте. Ну, ситуация у нас стабильно сложная. Только усиливаются обстрелы. Мы понимаем, что Орки готовятся к большому наступлению, к большому прорыву. Поэтому собирают они огромное количество техники, личного состава, эшелонами свозят все это. Параллельно обстреливаются все населенные пункты Луганской области. Основной удар сконцентрирован на Попасную, на Рубежную. Скорее всего, что как раз в районе Рубежного и Попасной будет попытка максимального прорыва. И, возможно, еще со стороны счастья по трассе на Северодонецк. Обстреливается все. Атаки постоянные, особенно ночные. Ну, ситуация достаточно тяжелая. Мы продолжаем эвакуировать людей. Сегодня вывезли более 1400 человек. Но вот я сколько раз обращаюсь к людям, прошу просто, ну, не тяните. Потому что тут дело даже не в нашем желании помочь, а в возможностях. Вот сегодня был удар и повреждена железная дорога. И мы уже какое-то время не сможем вывозить просто поездами. Мы не знаем пока, восстановят, не восстановят, коли. Но если не восстановят, то тогда мы сможем только вот автобусами один раз, одну поездку в день делать. Это очень мало. Это буквально несколько сотен человек. Поэтому, ну, я только что разговаривал с руководителем нашей железной дороги, с главой правления, с Камышиным. Дай бог, чтобы смогли восстановить полотно. Если восстановят, завтра продолжим. Если нет, будем тогда пробовать автобусами. Просто сколько сможем людей вывезти. А можем оценить приблизительно, примерное количество людей, которые ожидают эвакуации из города и из региона? Вы знаете, сложно сказать, потому что раз на раз не приходится. Но мы вывозим, когда люди собираются, мы вывозим всех людей. Мы не оставляем никого. Могу просто для примера сказать. Вот совершенно разное количество человек каждый день бывает. У нас было и 500 человек, сегодня более 1200, вчера было... Сегодня 1400, вчера 1200, три дня назад было 2700 человек. Ну, понимаете, вот люди сидят до последнего, пока не прилетит прямо возле дома. Вот возле дома прилетают обстрелы, в соседний подъезд завалился, или просто людей разорвало снарядами на улице, и мы их не можем в сутки заврать, потому что, ну, такие плотные обстрелы. Вот люди это все видят, и только тогда они начинают просто быстро уже в панике выезжать. Ну, мы говорим уже, ну, не первый день. 43 дня мы вывозим людей. Да, ну, понятно, принудительно вывозить людей, наверное, невозможно. Эта процедура не предусмотрена, люди же должны дать согласие на это. Сергей, скажите, а мы можем говорить, куда вывозят людей? Вот как другие регионы принимают? Абсолютно нормально принимают. Люди едут на запад Украины, несколько областей, то есть это не то, что там все там в Закарпатье или во Львов нет по дороге, в сторону запада Украины несколько областей принимают людей, все их принимают на железнодорожных станциях. То есть, смотрите, их дальше отвозят. У людей есть три необходимые вещи. У них есть крыша над головой, у них есть питание, у них есть возможность медицинского обслуживания. Мне кажется, это самые главные вещи. Вот они живы, и дальше они имеют возможность, ну, как-то куда-то двигаться. То бишь, или они ищут родственников, или, возможно, они ищут знакомых, и дальше как-то там к ним переезжают. Или они остаются там в тех пунктах, где их собирают, гуманитарных. Или же кто-то имеет возможность и время для того, чтобы дальше ехать куда-то в Европу. Причем даже без загранпаспорта сейчас можно там в Польшу переехать. Ну, то бишь, самое главное, что люди живы. Они живы, они в тепле, и они накормлены. Ну, мне кажется, это самое главное. Мы дома отстроим потом. Мы восстановим все. Это не будет потом проблемой. Главное, номер один, это человеческие жизни. Сергей, я вот еще напоследок хотела у вас уточнить. Вы говорите, что огромное количество и военных, и техники собирается сейчас вокруг области и в этом регионе. Расскажите, мы слышали о планах Кремля взять регион, взять зону проведения ООС в кольцо. Наблюдаете ли вы реализацию вот этого плана? Реализации еще нет, но планы есть. Мы понимаем примерно, откуда будут идти наступления, что перед этим они сделают массированный артиллерийский ракетный обстрел. Ну, то бишь, наше высшее военное командование ситуацию видит, понимает и понимает, какие должны быть действия наших защитников. Я обобщенно говорю защитников, потому что там и вооруженные силы Украины, и пограничники, и национальная гвардия Украины защищают нашу территорию. Ну, то бишь, командование четко понимает, как выстраивать систему обороны. Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что людей, которых эвакуируют, они могут получить медицинские услуги, а вот люди, которые остаются на территории Луганской области, вот сейчас они могут получить медицинские услуги? В одном из интервью вы сказали, что в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение. Да, тем не менее, у нас работают, несмотря на все эти обстрелы и попадания в том числе, разрушения, у нас все равно работают больницы в Северодонецке, у нас все равно работают больницы в Лисичанске. Конечно, оказывают определенные медицинские услуги. Не все, это тоже понятно, потому что сложные операции сделать просто невозможно. Но мы стараемся максимально договариваться, вывозить тяжелых больных дальше в сторону направления Днепра, потому что больницы, допустим, в Бахмуте или тоже в соседних городах, они уже тоже переполнены. И у нас тут две цели. Первое, это все-таки, чтобы отвезти куда-то подальше тяжелобольных, где им окажут профессиональное медицинское обслуживание, полностью все услуги они получат. И второе, чтобы у нас поменьше было больных тяжелых, лежачих, потому что все равно люди в городе, к сожалению, остаются. Все равно будут обстрелы увеличиваться, соответственно, и количество раненых, тяжелых тоже будет увеличиваться. И нам нужно максимально освободить место для тех людей, которых будут привозить в больницу. Сергей, спасибо большое за вашу работу. Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, был с нами на связи. Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, был с нами на связи.